дорогие друзья и гости канала всем привет с вами людмила приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких туфелек балеток которые смотрятся очень красиво очень просты в вязании и сделают вашу ножку намного изящнее друзья все видео мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатные я делюсь с вами своим опытом и хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную эксклюзивную обувь если вы сейчас смотрите это видео без подписки то обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал просто нажмите кнопочку подписаться колокольчик и вы никогда ничего не пропустите всегда будете первыми получать уведомления о всех новых видео на моем канале я думаю что эти туфельки балетки они будут под силу любому даже новичку очень простая вязка очень простой рисунок и я постараюсь максимально подробно показать вам как их правильно связать ну а сейчас начинаем начинаем мы с подошвы вижу я на тридцать шестой размер и подошву сделал отверстие по всей окружности на расстоянии пол сантиметра друг от друга и сейчас буду ее обвязывать беру нить для обвязки подошвы просто у меня белая хлопчатобумажная нить мерсеризированный хлопок очень такой прочный и начиная вот с центра пяточки в каждое отверстие провязываю столбик без накида первое отверстие 1 столбик без накида во все остальные отверстия провязываю по 2 столбика без накида от начала до конца ряда и один наверное самых часто задаваемых вами вопросов за это время вот где взять подошву также спрашиваете где можно купить пряжу какая должна быть пряжа вот на канале есть видео где я подробно рассказываю где можно все это приобрести и о параметрах необходимой пряжи поэтому сейчас правом верхнем углу появится подсказка ссылка нажав на которую вы сможете открыть это видео и получить ответ именно на эти вопросы итак мы дошли от начала до конца ряда провязали по 2 столбика без накида в каждое отверстие и в конце ряда мы вот здесь где было последнее отверстие 2 провязываем столбика без накида а в первое отверстие которым мы вязали 1 столбик без накида мы довязываем еще 1 столбик без накида затем мы в первую петлю ряда обвязки делаем соединительный столбик и вот на этом мы уже сможем закончить обвязку подошвы и эту белую нить обрезаем кстати вы можете обвязать подошву и нитью которые будете вязать сами балетки ну вот мне хочется чтобы подошва была беленькая конец нити обязательно прячем вот сюда в вязание чтобы не торчал и затем самый-самый край этой нити обрежем крючок для обвязки подошвы я использую 225 а для обвязки для вывязывания самих туфелек буду использовать крючок два с половиной теперь о пряжи пряжу буду использовать английскую вот такая мелиса кул на 80 грамм 220 метров длина это стопроцентный акрил очень хорошего качества вязать обувь из нее одно удовольствие первый ряд начинаю вот отсюда вот так где-то не доходя до конца пяточки берем и начинаем вязать в каждую петлю ряда обвязки подошвы я буду провязывать столбик без накида по всей окружности подошвы столбик без накида конец нити который у нас остается мы придерживаем и ввязываем вот сюда вязание в этот ряд вяжем столбики без накида от начала до конца ряда доходим до конца ряда провязываем последние столбики без накида затем в первую петлю предыдущего ряда соединительный столбик и дальше переходим к следующему ряду еще один ряд столбиками без накида от начала до конца ряда вяжем по кругу конец ряда довязываем петли последние затем соединительный столбик и воздушная петля подъема и вот теперь начинаем третий ряд вывязываем уже пятку сейчас я покажу как мы будем вязать вот с этого места да у нас первая петля и на той стороне параллельно ставим маркер чтобы мы знали где нам остановиться сейчас у нас будет пяточка будем вязать только пяточку и вот маркер нам нужно чтобы зафиксировать параллельно этой стороне первый ряд пятки вяжем также столбиками без накида но довязываем теперь до маркера и останавливаемся доходим до маркера когда дошли проверяем что у нас вот это параллельная петля на которой был маркер и ровненько да эта петля у нас последняя она будет вместо вот это место где у нас был маркер провязываем сюда столбик без накида и теперь эту петлю последнюю переносим на маркер нить будем протягивать в начало ряда вот так аккуратненько вокруг пятки нить проводим переносим начало ряда ее и начинаем вязать следующий ряд следующий ряд начинаем от предыдущей петли от первой то есть от первой петли отступаем одну петлю вперед и с этой петли начинаем следующий ряд вязать уже будем по узору будем чередовать короткие и длинные столбики начинаем первый короткий столбик из петли предыдущего ряда следующий будет столбик из петли опускаясь на ряд ниже затем снова из петли предыдущего ряда и опускаясь на ряд ниже я стараюсь показать сейчас поближе я думаю что вам очень хорошо видно качество хорошее изображение вы видите как правильно вязать длинные короткие столбики а не забываем нить которую мы вот протянули начало ряда и и ввязываем вязание чтобы она не осталась у нас внутри ботинка не болталась внутри туфельки поэтому обязательно ее держим и ввязываем в ряд вот так вяжем короткий длинный короткий длинный чередуем их по очереди и довязываем до маркера на той стороне здесь провязываем последние столбики длинный столбик затем короткий столбик длинный последний мы провязываем вместе с петлей которая у нас на маркере доходим до маркера начинаем вязать столбик нить протягиваем и затем снимаем петлю с маркера и вместе с этой петлей протягиваем провязываем столбик без накида а дальше провязываем еще один дополнительный столбик без накида и снова переносим петлю на маркер нить протягиваем начало ряда здесь надо постараться так немножко послабее оставить петлю видели как я трудно забирала да и и вот эту первую петлю немножко перетянула поэтому послабее протягиваем нить в начало ряда затем снова пусто отступаем одну петлю вперед от первой петли и начинаем ряд снова теперь будем вязать опять же столбиками без накида длинными и короткими но в шахматном порядке там где у нас был короткий столбик над ним будем вязать длинный там где у нас был длинный столбик над ним будем вязать короткий. здесь короткий заходим в петлю на ряд ниже вяжем длинный столбик дальше у нас идет длинный над ним вяжем из петли предыдущего ряда прямо над ним короткий столбик продолжаем в шахматном порядке вяжем до маркера когда довяжем до маркера там опять же провязываем последний столбик вместе с петлей на маркере отступаем одну петлю вперед возвращаем нить начало ряда снова отступаем одну петлю и так точно провязываем 6 рядов высоту всего 6 рядов кроме вот этих первых двух установочных рядов вот покажу еще помедленнее чтобы вам было понятно как вязать узор вот этот длинными короткими столбиками чтобы очень четко было вам видно и понятно где я ввожу вот крючок между длинными столбиками и над длинными столбиками короткие вот смотрите пяточка должна в результате получаться под наклоном вперед потому что она должна держать пяточку нашу на пятки форму поэтому когда вы вяжете вот таким способом она у вас слегка будет идти вперед это правильно если будет параллельно она не будет держать будет спадать с пятки поэтому так она должна наклоняться под углом когда закончили 6 рядов вязать вот этой высоты пока достаточно мы будем дальше вязать когда по кругу это высоту пятки мы поднимем сейчас это все дальше мы будем продолжать вязать вперед к переду поэтому доходим до маркера провязываем петлю на маркере вместе со столбиком и дальше будем уже вязать по боковой части столбики без накида но нам нужно знать куда мы их будем довязывать потому что там у нас впереди будет идти узор поэтому нам нужно наметить на передней части расстояние откуда будет начинаться узор начнем вот отсюда вывязывать мысок это вот расстояние примерно как вот у нас пальцы сгибаются до когда мы ступню сгибаем вот здесь начинаем ставим параллельно два маркера на обоих сторонах и будем провязывать боковую часть до маркера столбиками без накида подвину вот еще на пару петель мне кажется слишком близко я пододвинулась и теперь по боковой части вяжем столбики без накида до первого маркера и дальше уже начнем вывязывать узор на мыске друзья вот я с вами уже почти 16 минут здесь на этом мастер-классе интересно вы подписаны на канал или нет напишите пожалуйста в комментариях и вообще пишите свои отзывы я очень рада всегда вашим отзывам если вы не подписались еще обязательно подпишитесь я очень благодарна вам когда вы пишите мне что-то в комментариях когда вы пишите вопросы я стараюсь максимально быстро на них отвечать и в общем вообще ваши лайки и комментарии очень меня воодушевляют и помогают к моему каналу в развитии на моем канале вы найдете еще очень много десятки мастер-классов с моделями на любой вкус все они бесплатные поэтому переходите в раздел плейлисты выбирайте все что ваша душа пожелает а я буду продолжать делиться с вами своими новинками и секретами вот потихоньку добегаем до маркера я вам скажу что эта модель мне очень нравится тем что вот сейчас мы начнем вывязывать переднюю часть и вот мысок за счет такой формы мыска которую мы сейчас будем делать она уменьшает ножку ножка становится такая аккуратная вообще туфельки золушки получается вот я вяжу 36 размер но в готовом виде они смотрятся прямо как детские туфельки и так довязываем до маркера и вот здесь уже от маркера от этой петли где у нас маркер начинаем вязать столбики с одним накидом столбики с одним накидом будем вязать в каждую петельку столбик с одним накидом до той стороны параллельно этому маркеру мы намечаем с той стороны тоже маркером где мы будем заканчивать ряд столбиков с одним накидом и начнем провязывать перед уже вот такие столбики у нас получаются вяжем до той стороны и давайте не забудем поставить маркер сейчас уже чтобы нам знать где нам остановиться но я вот так что параллельно было беру нить просто и провожу параллельно до той стороны нахожу где у нас будет заканчиваться ряд из этих столбиков с одним накидом ставлю туда маркер и буду вязать эти столбики до маркера вот здесь сейчас будет важный момент мы доходим до маркера столбиками с одним накидом и дальше нам нужно проверить количество столбиков количество столбиков должно быть кратное 3 плюс 1 столбик то есть нужно их посчитать или тройками раз два три раз два три до плюс один еще столбик либо общее количество петель разделить на 3 и должно еще плюс один столбик остаться если вы дошли например до конца посчитали у вас получилось там 10 троек до довязывайте еще один столбик с одним накидом если вы дошли до конца у вас получилось 9 троек там плюс 2 петли довязывайте еще 2 столбика либо лишний убирайте если например у вас получилось 32 петли то нужно оставить 30 плюс 1 то есть кратная 3 плюс 1 столбик это важно потому что у нас рисунок должен будет начаться и закончится одинаковыми рельефными столбиками мы будем вязать рельефные столбики и они у нас должны быть с обоих сторон одинаковые а вот когда посчитали у нас получилось сколько-то там трое плюс 1 столбик переходим дальше на обычные столбики без накида вяжем до задника столбики без накида дойдем до задника переходим на рисунок на узор чередовым длинные короткие столбики затем боковую следующую часть столбики без накида и доходим опять до передней части здесь еще раз покажу заострю ваше внимание чтобы вы не забыли когда дошли до задника смотрим какой у нас там короткий или длинный столбик и вяжем по рисунку над длинным столбиком короткий над коротким длинный проходим таким образом весь задничек и потом снова переходим на обычные столбики без накида на боковой части с той стороны доходим до переда и дальше я покажу уже как мы будем дальше вывязывать мысок теперь над столбиками с одним накидом вяжем рельефные столбики делаем накид и первый у нас будет лицевой рельефный столбик накид заводим крючок под столбик обнимаем его так и провязываем столбик с одним накидом следующие два изнаночных рельефных накид заводим крючок уже с изнаночной стороны обводим его вокруг столбика и провязываем столбик с одним накидом затем снова накид заводим под следующий столбик крючок и провязываем столбик с одним накидом значит провязываем 1 лицевой рельефный столбик и 2 изнаночных рельефных столбика теперь накид лицевой рельефный столбик с лицевой стороны обнимаем вот этот столбик и провязываем столбик с одним накидом дальше 2 изнаночных рельефных столбика лицевой рельефный столбик и снова 2 изнаночных рельефных столбика продолжаем до конца ряда переда вяжем 1 лицевой рельефный столбик 2 изнаночных 1 лицевой 2 изнаночных и заканчиваем ряд рельефным лицевым столбиком вот показываю поближе и помедленнее как вяжутся и рельефные столбики еще один изнаночный рельефный столбик делаем накид заводим крючок с лицевой стороны вот так и вяжем столбик с одним накидом это лицевой рельефный столбик накид заводим крючок с изнаночной стороны под столбик вяжем столбик с одним накидом изнаночный рельефный столбик я думаю что так вам очень хорошо видно и все понятно напишите понятно ли вам как я объясняю узор и если не понятно то я буду тогда что-то еще придумывать улучшать но думаю что вам должно быть хорошо видно и понятно а вот доходим до конца ряда с этой стороны провязываем 2 столбика здесь у нас изнаночных рельефных и дальше у нас остается 1 столбик с одним накидом который мы должны провязать лицевым рельефным столбиком точно так же как мы начинали ряд с той стороны первую нашел лицевой рельефный столбик и последний у нас тоже должен быть лицевой рельефный столбик вот для этого мы считали троечки да и плюс 1 еще один столбик провязывали дальше столбики без накида до задника задник по узору чередуем короткие длинные боковая следующая часть у нас тоже столбики без накида и доходим до передней части снова здесь у нас уже будет легче сейчас мы вяжем все по рисунку то есть из рельефным над рельефным лицевым столбиком вяжем рельефный лицевой столбик над рельефными изнаночными вяжем рельефные изнаночные столбики и вяжем от начала до конца переда 1 лицевой рельефный столбик 2 изнаночных рельефных столбика лицевой изнаночной заканчиваем ряд лицевым рельефным столбиком над лицевым рельефным столбиком теперь продолжаем дальше вязать по рисунку 5 круговых рядов вот так все перед мы вяжем рельефный лицевой 2 изнаночных затем боковые части вяжем столбиками без накида и задник вяжем чередованием длинных и коротких столбиков все вяжем по рисунку нигде никаких соединительных столбиков никаких петель подъема просто по кругу вяжем по рисунку 5 рядов вот провязали мы 5 рядов таких еще у нас поднялись боковые части задник все и теперь мы начинаем убавлять петли впереди здесь это у нас балетки они такие должны вот просто обнимать ножку мягко и мы начинаем вот здесь первые мы вяжем столбик рельефный лицевой провязываем а теперь вяжем начинаем вязать изнаночный рельефный но не довязываем его до конца у нас две петли на крючке теперь второй изнаночный рельефный тоже не до конца 3 петли на крючке и вот теперь эти три петли провязываем все вместе снова вяжем лицевой рельефный столбик изнаночный рельефный столбик провязываем не до конца 2 петли на крючке следующие изнаночные не до конца 3 петли на крючке и 3 петли теперь провязываем вместе продолжаем вязать так по переду один лицевой рельефный столбик с одним накидом и 2 изнаночных с общей вершиной следующий ряст у нас будет по рисунку мы вяжем здесь было у нас 2 изнаночных рельефных а теперь у нас один лицевой рельефный 1 изнаночный рельефный 1 лицевой 1 изнаночный провязываем таким образом еще 3 ряда по боковой части по заднику и по боковой части продолжаем вязать по рисунку вот у нас получилось 5 начальных рядов потом один с убавлениями 3 ряда 1 через 1 рельефный столбик и теперь мы продолжаем убавление снова лицевой рельефный столбик с одним накидом изнаночный рельефный столбик дальше больнее убавление лицевой рельефный столбик не до конца изнаночный рельефный столбик не до конца и делаем общую вершину снова лицевой рельефный столбик затем изнаночный рельефный столбик и опять убавление лицевой не до конца изнаночный не до конца и общая вершина в общем теперь мы так вяжем лицевой изнаночный рельефный столбик затем лицевой изнаночный с общей вершиной лицевой изнаночный лицевой изнаночный с общей вершиной довязываем до конца и 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 это им следующий ряд будет у нас аналогично предыдущему но убавление будем делать уже на тех и оставшихся изнаночных рельефных столбиков то есть провязываем лицевыми 100 рельефными столбиками там где был изнаночный вместе с лицевым делаем общую вершину провязываем все у нас должно быть только лицевые рельефные столбики там где были лицевые провязываем лицевыми там где были изнаночные делаем общую вершину с лицевым вот так как я показываю в общем в этом ряду задача у нас убрать сократить убавить этот ряд на все изнаночные резинки то есть у нас должны остаться только лицевые рельефные столбики. в следующем ряду начинаем делать убавления уже по лицевым рельефным столбиком по два столбика вяжем с общей вершиной весь ряд 1 лицевой столбик рельефный не до конца второй лицевой столбик не до конца и общая вершина и Субтитры создавал DimaTorzok Извините, кажется я убежала от камеры Так, вяжем весь ряд Убираем лицевые То есть вяжем по 2 лицевых столбика рельефных С общей вершиной парами И все, это у нас будет последний ряд И дальше мы уже перейдем к обвязке Будем заканчивать наши балетки Обвязку я хочу сделать вместе с резинкой Потому что это у нас балетки Они такие, в общем-то, невысокие Это не ботинки Ну и вообще любые туфельки Вы можете обвязывать Делать обвязку вместе с резиночкой Если хотите, чтобы они плотнее сидели на ножке Вот такая резинка у меня есть Я отрежу сейчас необходимую длину Вот так вот На длину вот этого От пятки до передней части Отрезаю И начинаю вязать Обвязка будет у меня полустолбиками С накидом снизу на крючок Вот так я сейчас буду показывать И одновременно ввязывать резинку Небольшое натяжение делать на резинке Оставляю конец резинки свободным И начинаю вот так в каждую петельку Вязать полустолбик Но накид крючком делать не сверху Как обычно мы снизу вверх делаем А вот так его снизу подхватывать Вот так подхватываю накид Я уже показывала эту обвязку на других изделиях Мне она очень нравится Очень красиво смотрится Уплотняет вверх хорошо Ну а тут у нас еще резиночка заходит И всю эту резиночку ввязываем Вот так по всей окружности И доходим до этой стороны Конец который остался Я его завяжу вот туда Когда буду заканчивать ряд А второй конец просто спрячу в вязание Обвяжу здесь Привяжу его смотри Когда ввязываем резиночку Постоянно делаем ей такое натяжение Слегка Чтобы она была под натяжением Она не выскочит Потому что мы плотно обвязку делаем Это она будет хорошо и крепко здесь держаться Вот дошли до конца ряда Здесь начальный конец резинки Я ввязала в обвязку А вот второй конец резинки Я сейчас сделаю здесь Два соединительных столбика Закончу ряд И потом этой нитью привяжу Второй конец резинки Изнутри к туфельке Можно просто взять нитку на иголку С таким же цветом Чтобы не видно было И очень крепко ее там привязать С той стороны изнутри Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так привязываю конец нити И затем я ее спрячу в вязание И все Ну а теперь приступаем к банту Набираем для банта Цепочку из воздушных петель Набираю 24 петли Я думаю, что такой длины цепочки Хватит для того, чтобы сделать бантик На эти балетки Ну я думаю, что с бантом вы справитесь Здесь нужно будет набрать 24 петли И потом столбиками без накида Провязать 6 рядов Поворотными рядами туда и обратно Вяжем весь ряд столбиками без накида В каждую петельку Для того, чтобы у нас этот прямоугольник для банта Получился ровненький С ровными краями В конце ряда Делаем в конце каждого ряда Воздушную петлю подъема И в самую-самую первую петельку Начинаем вязать следующий ряд Все столбиками без накида Вяжем 6 рядов В высоту И затем делаем обвязку Небольшое уточнение 6 лицевых рядов Я имею ввиду По лицевой стороне То есть у нас будет 6 лицевых И 6 изнаночных рядов Всего 12 рядов Вот такой получился прямоугольник Провязали просто поворотными рядами Столбиками без накида И обвязку сделали по всему краю По периметру Тоже столбики без накида Вот это у нас основа для банта Она простая И теперь нам надо такие прикрепить Завитушки к банту Но они вяжутся еще проще Мне кажется Мы банту этому придадим форму В принципе он получается такой плотненький Форму хорошо держит Мы его просто аккуратненько сложим Прижмем вот так Потом мы его нитью затянем вместе Вот с этими завитушками красивыми И вот здесь он будет у нас на передней части крепиться Мы его сюда привязываем Ну а сейчас свяжем Вот эти вот такие красивые завитушки к банту Для этого нам надо будет набрать Тоже цепочку из воздушных петель И я думаю, что они не должны быть очень длинные Поэтому цепочку мы наберем из 30 воздушных петель Этого будет достаточно Набираем цепочку из 30 воздушных петель И теперь в каждую петлю этой цепочки Провязываем по 3 столбика с одним накидом В каждую петельку Когда мы будем провязывать в каждую петлю По 3 столбика с одним накидом По всей цепочке Она начнет сама закручиваться И мы сможем ее закрутить в обе стороны Потом Вяжем в каждую петельку То есть из каждой петли И должно получиться 3 столбика с одним накидом У нас 30 петель воздушная петля Мы должны провязать 90 столбиков с одним накидом В каждую петлю 3 столбика с одним накидом Я думаю, что мы сможем это сделать самостоятельно Тут ничего сложного Довяжем, сложим ее напополам Вот так Сформуем вот эти завитушки в обе стороны И будем крепить вместе их с бантом Просто обычной нитью Мы перетягиваем бант И вот эту провязанную у нас Такую ленту закручивающуюся Просто крепим нитью Заматываем плотно нитью Много-много раз И у нас получится такой красивый бант Оставляем по длине концы нити Потому что затем мы этот бант прикрепим к изделию На эти же нити, на концы нити Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все Получилось очень очаровательно Осталось прикрепить этот бант к изделию И положить стелечку Подходящую, которая вам нравится В эту подошву она не жесткая Не ребристая Поэтому я не считаю Нужно положить сюда кожкартон Или еще что-то Я просто положу мягкую хорошую стельку Ну вот наше изделие Теперь уже готово Я думаю, что все у нас получилось прекрасно Да, и если, друзья, вам понравилось это видео Обязательно поставьте лайк Это поможет мне в продвижении этого видео Чтобы оно попало в рекомендованные И сразу было в тренде на ютюбе Подписывайтесь на мой канал Для меня очень важно, чтобы вы поделились этим видео В своих социальных сетях В группах, пабликах В мессенджерах со своими знакомыми Для того, чтобы максимально распространить это видео Ставьте лайк Подписывайтесь Задавайте свои вопросы в комментариях Я искренне всегда рада общению с вами И стараюсь быть максимально полезной для вас Давайте учиться вязать вместе Дарить близким тепло наших рук Ну, а я с вами прощаюсь До новых встреч! До новых встреч!